Деревенский храм чуть в глубине поселка Жаворонки, где 19 января всегда особо торжественно, потому что возведенный 9 лет назад, посвящен он крещению Господа нашего Иисуса Христа, став центром духовной жизни сельского поселения. Возглавляет праздничную литургию настоятель храма Протеерей Илья Настевич. И тебе слава и благодарение поклонения воссылай, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и принесну и вовеки веков. Крещенское богослужение отражает новозаветные события, которые называют богоявлением. Нередко возникает вопрос, о каком явлении Христа идет речь, если он уже явился миру, родившись в крошечной пещере Блиссифлеема от Девы Марии. Но тогда его пришли видеть лишь пастухи да волхвы. К тому же святое семейство вынуждено было скрываться от Ирода. Потом в безвестности прошли детские и отроческие годы Христа. И вот в 30 лет он отправляется к реке Иордан, к ожидающему его прихода Иоанну, чтобы принять от него крещение. Именно в этот момент происходит публичное свидетельство мессианского предназначения Иисуса Христа. Само же крещение становится первым событием его общественной деятельности, после коего он, сопровождаемый Духом Святым, отправляется на 40 дней в пустыню для подготовки к своему крестному пути. Потому белые ризы священнослужителей в этот день знаменуют Божественный Свет. И ныне на этим святаго твоего Духа и освети воду сию. Чин освящения вот содержит молитвенное прошение осветить воду сию Духом Святым и даровать прикасающемуся к ней и мажущемуся в ее очищение, благословение и исцеление. Обходя крестным ходом храм и престол в честь Богоявления, в этот день прихожане, невзирая на мороз, с особым благоговением подставляют лица под брызги, летящие от крапила, в уверенности, что Господь их не оставит и вместе с водой пошлет свою благодать. Господу помолимся, Арцемси, с праздником! Господи помилуй, Господи помилуй! Судя по всему, без нее в Жаварнках не обходится, ведь в очереди к святой воде привычной толкотни и нетерпения здесь не наблюдается. Местные прихожане отличаются почтением, друг к другу смирением и покладистостью, что вообще создает в приходе атмосферу дружелюбия. А ведь Богоявленский храм посещают не только местные жители. Немало здесь и приезжих, не пропускающих воскресных богослужений. Наверное, мы с мужем именно благодаря нашему отцу Илье пришли в храм, потому что именно он своим словом, своим участием в какой-то сложной ситуации смог направить, смог вселить надежду, веру, любовь в душу. И он не строгий, он справедливый. Он умеет подсказать нужное решение, умеет направить. Может сказать такое слово, когда ты проникнешься, как-то воодушевишься его словами и справишься. Каждому человеку, верующему, обязательно нужен наставник, духовник, потому что мы сами все-таки делаем ошибки в духовной жизни. И поэтому, когда мне потребовался такой вот духовный наставник, я просто стала посещать храм и присматриваться к батюшкам. И, конечно, когда я попала сюда, вы правильно говорите, атмосфера храма, и батюшка, и вот прихожане, которые... Здесь такая большая семья, знаете, здесь очень тепло и как-то очень душевно, очень добрые люди. И, конечно же, я здесь осталась. Сам же батюшка смущается от таких слов. Считает, что нет никакой его заслуги. На все воля Божья. Протеерей Илья Настевич поздравляет всех жителей района и, конечно, жаворонковцев с праздником Крещения Господня, напоминая, что Господь осветил все водное естество, чтобы очистить весь тварный мир от скверны, нанесенной греховными делами человека. Каждый год церковь совершает великое освящение воды для того, чтобы всю ту скверну, которая была нанесена злыми делами человеческими, скверными помыслами и словами, чтобы очистить весь материальный мир. Еще раз поздравляю всех православных христиан с этим светлым праздником. И желаю, чтобы та святыня, которую они приносят домой, чтобы дом был достойным хранилищем, достойным вместилищем этой святыни. Ольга Винтер, Артем Ломоносов, Одинцовское благочиние, телекомпания Одинцова.